Добрый день, дорогие друзья! Я вас приветствую в поселке Витязево. Сегодня мы посмотрим три коттеджа, которые находятся на Комарово, 34. И вы можете отстать домик для проживания вашей большущей компании за очень хорошую сумму. По фасаду, видите, парковочные места. Коттеджа всего три. Давайте посмотрим территорию, как они выглядят. Объект находится под охраной, территория закрываемая. Все будет у вас хорошо. С правой стороны мы заходим, у нас есть каркасный бассейн, батут, беседки и вот три отдельных входа. Сейчас у нас отдыхают в двух из них. Ребята как-то собираются прогуляться на море. С левой стороны у нас имеется мангальная зона. Также есть зона, где нарезать и помыть ваши принадлежности. Все очень удобно и комфортно. Никому мешать она не будет. Беседочки у нас выглядят вот так вот. Есть лежачки, есть еще одна беседочка. В общем, все, что вам надо, у вас будет на каждую комнату по вот такой, собственно, беседке. Есть возможность помыть ноги. Мы посмотрим с вами вот первый, который сейчас здесь свободный. Заходим с вами, друзья. Здесь у нас очень большой зал. Есть диван раскладывающийся, кресло. Ну, такая сушилочка, ее можно будет вынести на улице. Стол большой на шесть персон. Есть телевизор, сплит-система, красивая подсветка и кухонная зона. Также здесь вход в туалет. На кухне имеются все принадлежности, которые вам надо. Чайник, газовая плита, бойлер. Все подключено и также имеется холодильник, друзья. Водичка бежит. Санузел выглядит вот так вот, друзья. Здесь душевая зона, есть полотенцесушитель, фен, зеркало, раковина, унитаз. Также есть своя, собственно, стиральная машинка. Из общего зала мы попадаем в две спальни. Открываем дверьку и что мы видим? Двухспальная кровать с головем, торшерами, сплит-системой. Есть место для хранения, также телевизор присутствует. Комната очень просторная и большая. Теперь мы смотрим вторую комнату. Открываем ее. И здесь в таком же исполнении у нас двуспальная кровать, две тумбочки, есть предсистема, есть новодельная доска, телевизор, место для хранения. Для хранения одинаково, выглядит вот так. Ценники полностью уточняйте у ребят. Сейчас, если вы приедете до 8 человек в этот домик, вам дадут, если что, доп. места, то стоимость будет до 6500 в день за этот домик до конца июня. Если приедете попозже, ценник немножечко подрастет. Уточняйте у хозяев напрямую. Даблгис показывает, что до пляжа к нам пройти будет 1,9 километров и займет это 20 минут. Даблгис показывает 1,9 километра по времени 21 минут. Вот так вот. И 98 всего лишь калорий потратим. Тихо, медленно и хорошо нам идти до моря. Отсюда еще двигаться мы будем по улице Красноармейска. Хотя можно выйти туда, на объездной и пройти по ней. Ну, мне больше Красноармейска, тихая сельская улица нравится в этом плане. Пойдемте прогуляемся. Смотрю, наши местные абрикосы уже поспевают. Дорога у нас, в принципе, прямая. Красноармейска, низвилистая. Здесь также много всяких разных домиков снимал под обзор. Здесь у нас есть такая детская площадочка. Все, что смогли позволить построить наши, так сказать, руководители этих мест. Мы можем, если что, при желании выйти на улицу Черноморскую, идти на параллель, либо сесть там на маршрутку, 23-ю ехать на пляж Венера. Там пройти еще дальше до Тартуги сегодня, вот в телеграм-канале. Кстати, подписывайтесь в Море ОС, Юрий Азаровский, можно через поиск найти. Либо в описании есть ссылочка на него. Выложил видео с Тартуги, там вообще никого, чистейшее море, красота. Если же вы приезжаете сюда отдыхать на машине, то я вам советую отсюда выезжать по объездной на Пионерский проспект. Ни пробок на побочи не будет, ничего. Район речки Можипсин, подъехали максимально близко к морю, отдыхаете, получаете максимум удовольствия. Это пересечение у нас Красноармейской и Восточной улицы. Можете увидеть, здесь у нас магнит-магнит-косметик находится, столовые разные. Тоже все, что вам надо. Вот вам, пожалуйста, и здесь магазинчики есть, которые можно прикупить нужные вам товары. Радуют туда и все ценнички, все красиво. Очень нравится мне гулять по таким улочкам, идешь. Красота, тишина, машинки очень редко тут ездят. То есть это все большие плюсы. Чем ближе будем к морю, тем больше будет разной инфраструктуры. Кажется, раньше здесь было больше деревьев. Сейчас большая такая редкость. Там вот одно стоит. В основном все фасады сделали под парковки. А жалко, конечно. Хотелось бы больше зелени. Сегодня продолжаем радовать наших подписчиков. Видами на спелые вишки, которые можно своровать. Там, где встречаются деревья, видите, это фруктовые. Вкусно. Мы видим, все они уже с колясочкой возвращаются с моря. Кто-то только идет на море. Время у нас 21 июня, 11-12. Это тоже красавец. Забыл, как правильно называется дерево. Но цветет оно восхитительно. Такие большущие листья. Это наш грецкий орех. Его тут очень много. И вот как раньше выглядели все прилегающие территории возле дворов. Вот поэтому я как бы возмущаюсь и хочу, чтобы было как раньше. Видите, какая тень. Как классно. Что вправо, посмотрите. Что улицы восточные, если что, видите, зево. Что влево, посмотрите. Красотища. И здесь тоже продолжение Красноармейской. Прям все утопает зелени. Вот такие хочется улочек. Как говорил, все больше у нас встречается разнообразных шашлычных. Вот вам цены здесь на шашлычок. Есть на перекрестке солнечный тоже есть магазинчик. И немножко цен на него. И смотрим, друзья, вот она улица Солнечная. Люди потихонечку здесь сливаются в ручейки. И нам тоже немножко остается уже до моря дойти. Здесь вот все слои члены хвалят. Если ели, пишите, как вам. И тут уже практически в каждом дворе свои столовые, в которых можно есть. Ну, кстати, здесь прям классно. Можно менюшку посмотреть. Можете сравнить, что, почем, если, допустим, с другими местами будет интересно. Подходим к улице Горького. Здесь у нас есть столовая. 75 рублей. Шашлык он даже. В вывеску не пожалеет. С правой стороны красно-белая. Там еще магазин Фасолька советую. Очень интересно. С левой стороны магнит есть и все остальные магазины. Я живу вот в квартале отсюда. Просто показываю вам другой вариант дороги. Я думаю, что он тоже интересный должен быть. Здесь очень яркое столовое. Привлекло мое внимание. Давайте глянем, как здесь выглядит все. Вау. Такой формат. Куча вкусняшек, салатов. Очень большое меню. Можете посмотреть. Выбор еды, конечно. Красиво все. Мне, по крайней мере, нравится. Сейчас по ценам. Красота. И есть место даже внутри, где поесть. Такой вот зал. Приятного аппетита. И мы двигаемся дальше. Выходим на большой перекресток. И нам вот сюда по прямой надо пройти. Иду и вспоминаю все гостиницы, которые снимал. Действительно на канале как бы большущий просто выбор. Потому что есть очень много разных вариантов. Здесь, смотрите, уже черешня отошла. Яблочки, по-моему, готовятся порадовать. Так что это типа сливы. А дальше абрикос. И люди такие, знаете, потихонечку сбиваются в ручеек, текущий к морю. Сейчас там дальше будет поток или река без людей. Я их доставляю. Красота с детками за ручки. Самое интересное, они как бы идут спокойненько себя, никуда не спеша. Так говорится, мы такие быстрые ходунцы. Люди нас как бы дышат воздухом. Это полезно. Когда я слышу, что вот с детьми не дойдешь, там еще что-то. Вырастите из детей, людей, которые не любят ничего делать, ходить в том числе. А надо наоборот, чтобы передвижение было смысл этой жизни. Так как говорится, полка, ноги корнут. Здесь мы видим тоже фрукты, овощи. Продают на спуски. И спускаемся вот сюда, уже к Южному кольцу. Здравствуйте, хорошего отдыха. Это у нас улица Рост, друзья. Здесь у нас Магнит находится еще один. И, собственно, Южное кольцо. Можно было вот здесь пройти. То есть можно было по бульвару Шардон-Эйти. То есть все дороги один, как говорится, вариант у нас к морю ведут. Ну и на параллель, в принципе, недалеко. Ну, честно, думаю, когда вы туда приедете отдыхать, я думаю, большинство людей выберет все-таки с машины этот вариант. Будете кататься. Ну, уверен, что есть те, кто будет ходить пешочком. Потому что, когда я снимал этот дом, там целое семейство с детками. Отправились к морю вот именно этим же маршрутом. Скажите, им все нравится. Здесь у нас тоже еще одна столовая. Вестручный дом Кристина сегодня. На трансляции спрашивали про нее отзывы. Ну, тут как бы хорошие. Девчонки тоже рекомендуют. Пиво с утраца. Ну, ладно, в обед. Наговариваю, 11.21 уже почти обед. Можно. Здесь пешеходный переход. Единственное, мощное пересечение дороги. И дальше туда. Здесь, я как и говорил, наших отдыхающих стало еще больше. Можно вот по прямой идти. Я хочу вам немножко сюда показать. Здесь у нас ярмарка находится. Советую для покупки овощей. Так как там и ценники все известны. И сразу вы сможете проверить весы, ребят. Честные или нечестные. Там работают они по-честному. С правой стороны здесь у нас Рустема Мама заплетает косички. У них точка, видите, вот Афрокосы называются. Ну, и куча всего, что надо, не надо. Вон, именно сейчас они это и делают. Там от 500 рублей есть и без материала. Сколько детей. Как я обожаю. Все такие клевенькие все с ушками. С того вам Марсель. Друзья, вы можете увидеть, что здесь у них тоже все хорошо. Слушайте, какой поток детей вообще. Интересно, с какого лагеря уезжают. Вач-фуд есть тоже. Вкусняшки разные. В общем, кругом одна красота, дорогие друзья. Желаем вам, чтобы у вас все действительно так и было, как и у этих всех людей, кто уже у нас на отдыхе. Говорят, здравствуйте вам. С праздничным днем рождения. Спасибо большое. Продолжение, поздравления. Вам хорошо отдыхать. Спасибо. В общем, ребятки, все красиво у нас. Поток людей просто невероятный. Радует, что и туда, и обратно, а то б там пляжей вообще мест бы не было. По ценникам мы тоже можем все поглядеть. Видно все красиво. И кукуруза там тоже есть, ребята. Мы подходим к Знойдно-Серебряной улице. Распаривают мангальчики. Готовятся для вас вкусняшки разнообразные. Пивасы продаются еще столы. В общем, друзья, здесь у нас все кипит. Красиво, классно и прекрасно. Как говорится, чего еще хотеть, о чем в этом мире можно мечтать. Движуха по полной программе людей. Многое, что очень-очень классно. Хочется всем тем, кто приехал, только солнечной погоды желать и хороших впечатлений на море. И то, что все было прекрасно и хорошо у них. Дай бог, фонтанчик, красота. Здесь тоже каких-то только нет у нас вещей на продаже. Пиш-пилинги. Там еду ребята предлагают. Ведь у них уже все столики практически заняты. Вкусно готовят тоже в нашем юге. Если у вас, кстати, где-то кто-то обижает, вы пишите всегда в личку. Мы светим этот вопрос и больше этот человек никого обижать не будет точно, говорю. Вот так выглядит наш аквапарк, друзья. Вот с правой стороны. Здесь мы сейчас подождем Джаника. Как он придет в подточище людей. Здесь двух входов идут в эту сторону. На выход. Мороженка в очередь. В общем, люди кайфуют. Вот и машинки есть, ребятки. Стою в тенечке, друзья. Посмотрите. 37. Это Джаник, ребята. Если что, он что-то перестал разговаривать. После того, как пробежался от общей нашей до сюда, то прям тяжко стало. Выходим на дюны. Сейчас Джаник будет собирать днем всех галушей на ночные купания. Проводить, как говорится, масс-мероприятия. Как приятно видеть наши дюны свободны от торговли. Там осталось еще пару точек, которые, возможно, когда-нибудь отсюда тоже переедут куда-нибудь. И будем ходить, вот, просто созерцать природу, которая у нас, типа, особо охраняется. Кстати, здесь, в этих местах, я, по крайней мере, квадроциклов не видел, чтобы вот здесь пролетали где-то. Это хорошо. Но вот туда дальше, на пляжах, мне прям обидно наблюдать эту картину. Здравствуйте. Так вот, можно посмотреть, как поток людей двигается. Выглядит это прям очень круто. Оттуда сюда и обратно. Всегда уточняйте конечную стоимость продукта, если вы что-то где-то покупаете, ребята. Я думаю, что это будет очень важно. Так, заглядывать не будем. При одевалочке у нас здесь 4 штуки. Там еще 2 есть. Ой, прошу прощения. И вот здесь еще одна. То есть в этом году их спасибо, что поставили так много. Есть батуты, туалет, горочка вот такая вот. В чем попрыгать у тебя? А, Юра, ты что ли? Юра, я что ли? Сколько? 300 рублей, 5 минут. Здравствуй. Видел, как ты тут, деток, прыгаешь? Счастливы все? Да, есть такое. Хорошая работа, отдышай. И пойдемте спросим за батут. Пока мамы отдыхают, дети тут в бассейн. Не знаю, кого спросить, походу, бесплатно. Есть бар, друзья, еще батут, детская зона. Массажисты делают массаж. Пойдемте девочкам рекламу сделаем. Здрасте, а где у вас пресс-куран посмотреть, Сэн? Посмотрите, 1400 я в расходе. Давайте. Вот спинка, это полчаса. Дритет, это общий массаж. Все. Понял, спасибо, хорошая работа. Здравствуйте. Здрасте. Вот у нас детская площадка, есть сборка с бассейном. Еще бассейн, и батут, и вход на целый день безлимит на 500 рублей. Спасибо большое. Хорошая работа. Приходите, уходите, сколько хотите. А, то есть выход и не закрывается, да? Да, да, нет. До 7 вечера работаем с 9 утра, да. И детка здесь у нас играет. Теневая зона, и солнышки, бассейнчики. И родители играют. Родители, они наблюдают. А можно ребенка без присмотра оставить? Или только с родителями? Нельзя. Только с родителями. Слишком ответственно, опасно, нужно, чтобы... И мы смотрим тоже родителям, помогаем. Мы как поможем. Понял, все, хорошей работы. До свидания. Вот так вот, ребята. Все нюансы. Добрый день. Мы смотрим каждый день. Вот, машите себе ручкой. От души. И здесь, смотрите, шарики, ребятки. Слушай, тут теперь даже на баре мест нету. Те, кому не хватило лежаков на боре, ребят, вот по 300 рублей, они здесь. Смотрите, все заняты. Вообще, реально, все лежаки заняты. Те заняли все стулья на баре. Хочу вам повыше поднять камеру и показать вообще выход на пляж. Как это красиво смотрится. Вот как здесь люди отдыхают. Это прям прикольно. Ох, какие у нас тут девушки загорают. Сочные, мощные. Прям красотища. И виды на пляжах. Ну, в общем, как вам? Ну, и море у нас великолепное. Чистое, классное, прекрасное. Вот это йог-макарек бы, я бы сказал. Сколько людей. Места еще есть, ребят, то есть найти всегда можно, свободно. Пройдите туда чуть-чуть в сторонку, все найдете. Вон там вообще свободные пляжи. Самое главное, конечно же, это то, что море чистейшее просто. Сегодня волна небольшая, приходит юго-запад, и он принесет еще более теплую водичку к нашему берегу, чем было. Сейчас даже не удивлюсь, если море станет кипяток. Прямо говорю вам об этом. Ну, я вам предлагаю все-таки зайти в море, узнать, какая температура. Волну это будет делать неудобно. Водичка, видите, сегодня такая мутноватенькая, но это из-за волны. Смени, пожалуйста, я хочу с тобой пообщаться. Как тебя зовут? Алина. Ты откуда? С Волгарадой. Как тебе у нас отдыхается? Очень классно. Место нашла на пляже? Да. Все нравится? Да. А ты что, не купалась, что ли? Купалась, холодно. Можешь и ручкой все. Южак подгоняет нам водичку, с утра было 21,5, сейчас 28, то есть море потихонечку теплеет. Ну, давай еще раз, ручкой. Давай, все, ручкой. А, да, все, хороший отдых. Да, хочется вам побольше показывать таких мест, где у нас люди прям наслаждаются этим самым великолепным отдыхом. Ну, и, собственно, приглашать на него. Чем дальше, тем жарче, конечно, будет все это происходить. И прекрасно, что столько людей выбрали наше любимое Витязо. Смотрите, параселлинг как низко над пляжиком. В общем, для вас немножко моря. Всем хорошего настроения и пока-пока. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok